Вторая лагерная обрастает мусором. Такой крик о помощи от жителей 48-го дома поступил в нашу редакцию. Со времени последнего сильного снегопада мусор с их единственной на пять ближайших многоэтажек площадки не вывозят. Где-то с понедельника, с той недели подъедет до угла, посмотрит и назад. Я его спросил, у вас есть тракторат сева? Он говорит, пока нету. Обращаюсь в управляющую компанию. С каждым днем мусорная куча во дворе разрастается. Но смущает людей не только эстетически неприятный пейзаж и запах. Помойка, как магнит, притягивает грызунов и бездомных собак со всего района. Собак очень много. Собаки питаются тут. Всю ночь рот не дает покоясь нам. Буквально позавчера с внуком гуляла. У них между собой собаки начали драться. Ребенок подвернулся им, как говорится, под руку. Если бы меня не было рядом, значит, они набросились бы на него. Собаки агрессивные. У них сейчас начинается весенняя гульба. И то есть они бегают по шесть штук. Ближе к вечеру они собираются стаями и начинается у них лай. И всю ночь лают, жителям спать не дают. Тут крыс полно бегает, даже уже в квартирах крысы от мусора. Страдают от мышиного фастфуда не только жители ближайших домов, но и предприятия. Муниципальные аптеки, расположенные в нескольких метрах, тоже устали бороться с вредителями. Как только начались холода, естественно, все жители помойки пошли по квартирам. То есть как бы в аптеку начали забегать, мы травили. Живу в соседнем доме напротив, вот буквально, у нас тоже начали мыши появляться. Ну, дело малоприятное вообще-то. И мало того, что у нас, в принципе, медицинское учреждение и нормы санитарии должны соблюдаться, а из-за того, что не убирается контейнерная площадка, страдает и аптечное учреждение. И вроде бы в чем вопрос. За вывоз мусора жильцы теперь обязаны платить рекоператору. А значит, он, в свою очередь, обязан предоставлять услугу, за которую ему ежемесячно перечисляют деньги. Не совсем так. На наш вопрос в организации ответили. В связи с аномальными погодными условиями на территории Ивановской области в виде обильного снегопада у регионального оператора возникли трудности проезда к некоторым контейнерным площадкам, которые расположены на территориях многоквартирных домов. Указанные проблемы не позволяют специализированной технике подъезжать к местам накопления ТКО, совершать маневры. Вопросов нет. Если под аномальными погодными условиями подразумевается снег зимой, тогда, видимо, это веское основание не оказывать услугу. А может просто расчистить подъездные пути к площадке? Но и тут все сложно. Управляющая компания на многочисленные жалобы жильцов посылает их в мэрию. Дорога якобы не придомовая, а муниципальная. Вот пусть город и чистит, а мэрия обратно к управляшке. Бюрократический пинг-понг дошел до того, что крайними остались жильцы, которые, как выяснилось, за свой счет должны не только чистить подъездные пути к контейнерной площадке, но и асфальтировать. Жилищно-коммунальная служба прислала письмо нам, чтобы 48-й дом собрал деньги на восстановление дороги. Какое отношение имеет 48-й дом к муниципальной дороге? До сезона дорожных работ еще далеко, а проблема с мусором требует решения немедленно. После нашего вмешательства уборочная техника на вторую лагерную все-таки приехала и расчистила подъездные пути. Но вот надолго ли с такой-то аномальной погодой? Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.